МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы в студии Михаил Ермоленко. О главных новостях прошедшей недели расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный аппарат Сейса, которому в этом году исполняется 100 лет, передали в музей Самара Космическая. Затем его установят в планетарии. В начале марта отмечают Всемирный день комплимента. Насколько важно человеку слышать приятные слова и как на них реагировать. Благоустройство и застройка территории, переселение из аварийного жилья. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими предложениями и просьбами обращались к главе города жителей на этой неделе узнала наша съемочная группа. Преобразовать территорию на пятой просеке хочет житель Самары Василий Харитонов. Когда-то в расположенном там лесочке жарили шашлыки. Летом, благодаря совместным усилиям жителей и властей, часть территории в микрорайоне удалось привести в порядок по областной программе содействия. А у вас на сегодняшний момент что сделано? Сделана площадка площадью 400 квадратных метров. Что вы там сделаете? Там размещены качели-балансир, там размещен комплекс для детей 3-7 лет, там размещен комплекс для детей 7-14 лет, там размещена карусель и горка винтовая большая. Там жителей каждый день огромное количество. Увидев эффективность взаимодействия с властью, Василий Харитонов пришел на прием граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, чтобы рассказать о новой задумке. Жители хотят оформить зону отдыха в виде каскада с детскими площадками и фонарями. А для этого необходимо принять участие в программе «Комфортная городская среда». Пока этому мешает отсутствие у участка статуса общественное пространство. Елена Лапушкина попросила представителей профильных ведомств в ближайшее время провести очередную топонимическую комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о присвоении необходимого статуса обсуждаемой территории. И тогда она сможет участвовать в рейтинговом голосовании, который пройдет в следующем году для определения объектов благоустройства на 2025 год. Прозвучали на встрече предложения пока отремонтировать часть территории по проекту содействия. Там каскадная система, и там нужно комплексно реконструировать, потому что ливневка, электросиловые линии – это все будет повреждено при вот таком узковом методе. В итоге было принято решение отремонтировать территорию сразу в рамках программы «Комфортная городская среда», если проект получит достаточную поддержку самарцев и попадет в топ-пространство для благоустройства в 2025 году. К главе города обратились жители дома 92 по проспекту Кирова и жители 55-го дома по улице Краснодонская с просьбой проконтролировать ситуацию с расселением. Территория, на которой расположены их дома, скоро преобразится по программе «Комплексное развитие территорий». Руководитель городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, руководитель управления развития территории департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин и глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков разъяснили жителям нюансы участия в программе КРТ и признание домов аварийными. Городские власти неоднократно подчеркивали, разъяснять нюансы этой работы готовы столько, сколько это будет необходимо, чтобы все процедуры шли на законных основаниях и при полном соблюдении прав жильцов. Нормативно-правовая база, необходимая для запуска проектов КРТ в Самарской области, была утверждена региональным правительством летом 2021 года. Преобразоваться в рамках нового проекта могут городские застроенные территории, где в наибольшем количестве присутствуют двух- или трехэтажные дома с деревянными перекрытиями, имеющие очень высокий уровень износа. На сегодняшний день в Самаре сформировано более 10 лотов, проводятся аукционы для выбора инвесторов. Лоты включают в себя разное количество кварталов, а в общей сложности полмиллиона квадратных метров жилья. В программу комплексное развитие территорий может входить не только аварийное ветхое жилье, но и просто старые дома, отвечающие определенным критериям года постройки и состояния. Жители таких домов должны дать согласие на включение их жилья в проект. Новый проект дает им гарантии защиты имущественных прав государством и вместе с тем защищает инвестора от возможных спекулятивных действий собственников. После того, как для развития территории будет определен инвестор, он должен расселить жителей и построить в границах квартала новое жилье, предусмотрев размещение социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник. Константин Головин, События. В Самаре продолжают обсуждать дизайн-проекты парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. Одна из таких встреч жителей и представителей городских властей прошла и в администрации железнодорожного района. Подробности обсуждения расскажет Александра Гусева. Красота и комфорт городского пространства в руках жителей города Самара. По администрации железнодорожного района состоялось общественное обсуждение дизайн-проектов территорий, которые в 2024 году могут преобразиться благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент проводится общественное обсуждение дизайн-проектов по всем администрациям внутригородского района. Поэтому все те территории, которые у нас будут представлены на голосование, они будут активно обсуждены и по результатам этих обсуждений будут они доработаны, внесены какие-то корректировки. Предварительный отбор территорий прошел в январе. В итоговый список попали 20 объектов. Именно за их преображение высказались жители, подав более 80 тысяч заявок. В железнодорожном районе есть две территории, которые попали в списке финального голосования. Бульвары расположены по улице Чернореченской от улицы Спортивной до улицы Владимирской и сквера Лосиной в поселке Толевый. Основные пожелания у людей – это озеленение, современное озеленение, сохранение существующего озеленения, поддержание какой-то культурной, благоустроенной среды. Особое внимание во время обсуждения уделили бульвару по улице Чернореченской. В его границах расположено здание кинотеатра «Россия», которое в будущем планируют реконструировать. В случае, если территория бульвара соберет достаточное количество голосов, появится возможность комплексно подойти к разбитию улицы, в том числе рассмотреть ремонт дорог, тротуаров и обновление фасадов. В первую очередь, увидев проект, мы поняли, что он, во-первых, учителей у нас всех выставил заинтересованность. И мы очень рады тому, что, наконец, этот проект прошел отборочный тур, и он вошел в перечень, и надеемся, что он будет благоустроиться. После обсуждения наступит финальный этап – рейтинговое голосование. Жителям предстоит выбрать пространство, которое благоустроят в 2024 году. Поддержать тот или иной проект можно будет с 15 апреля по 31 мая. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. В Самарской области в этом году отремонтируют 24 участка дорог, ведущих к медучреждениям общей протяженностью более 175 километров. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтируют участок трассы Самара-Бугуруслан-Кинель-Черкассы и три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, протяженностью около 200 метров. Мост в этом месте соединяет две части села, в одном из которых находится районная больница. В Самаре отремонтируют 9 участков уличной дорожной сети, ведущих к медучреждениям. Обновят 9 километров Московского шоссе от проспекта Кирова до автодороги. Подъезд к Самаре от М5 «Урал» неподалеку от больницы Середавина. Перерасчет платы за вывоз мусора, новые правила выдачи оружия и продажи животных, изменения в ПДД и многое другое. В марте вступает в силу ряд важных законов и правил, которые затронут многих россиян. О нововведениях расскажет Светлана Кудрявцева. С марта вступает в силу постановление правительства, которое позволит провести перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при временном отсутствии собственника жилья. Если граждане уезжают более чем на 5 дней, то по возвращении в течение 30 дней они имеют право обратиться в свою управляющую компанию или в компанию, выставляющую счета за вывоз мусора, и предоставить подтверждающие документы того, что они отсутствовали более 50 дней. Например, авиабилеты, ЖД-билеты, документы об оплате гостиницы и проживания там, и им будет сделан пересчет. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства теперь нужно согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления. С 1 марта начинают действовать новые правила маркировки табачных изделий, обуви, одежды, молочной продукции, шин, фотоаппаратуры, велосипедов и воды. Внесены изменения в правила противопожарного режима, который обязывает устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели. Есть изменения в правилах дорожного движения, меняется проезд по кольцу, регулируется езда на самокатах, а судимым за убийство водителям запрещается работать в такси. В марте усиливается госконтроль за оборотом оружия. Вводится новое правило, которое связано с тем, что органы МВД или ФСБ могут провести в отношении гражданина проверку и выдать так называемое заключение, в котором описать, представляет ли этот гражданин опасность для иных граждан, для общества. И если это заключение будет о том, что гражданин представляет опасность, то такому гражданину не будет выдано разрешение на владение огнестрельным оружием. Отказ в выдаче данного разрешения можно будет оспорить в суде. Не станут проверять военных, правоохранителей и представителей коренных малочисленных народов. Также с марта в России начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Оптимальным местом для приобретения питомцы теперь станут специализированные питомники и выставочные центры. Магазины смогут продолжить продажу мелких животных, например, грызунов, а также небольших птиц и рыбок. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Безболезненно, быстро, а главное – эффективно. В онкологический диспансер поступил новый аппарат для проведения лучевой терапии – линейный ускоритель. Он позволяет лечить опухоли разных локализаций и обеспечивает высокую точность подведения дозы. Все о новинке узнала Виктория Шарея. 23-летний Андрей Мерколов уверен, когда лечение проводят такие опытные специалисты, да еще и на самом современном оборудовании, в будущее можно смотреть с оптимизмом. Недавно ему поставили диагноз – лимфома Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатических узлов. Лечение назначили на новом аппарате. Нужно пройти курс из 18 процедур. В онкологический диспансер Андрей приезжает ежедневно. Рассказывает, процесс безболезненный и не занимает много времени. Ну, не больше 10 минут. То есть, я пришел, зашел, раз-раз и все. Это никак не ощущается вообще. Ощущаются только последствия положительные. Знаете, меня очень удивило в целом то, что у нас существуют такие технологичные аппараты. И в целом, что есть возможность у нас на таком лечиться. Аппарат закупили на средства нацпроекта здравоохранения. Установили в конце прошлого года. А сейчас на нем лечат первых пациентов. Процедуры на нем производятся быстрее, чем на других аппаратах. Он просто в обращении. И позволяет лечить опухоли разных локаций. Головы, шеи, легких, пищевода, предстательной железы и почек. Во-первых, это аппарат с отвлекодной энергонизирующего излучения. В отличие от других аппаратов. Аппарат тоннельного типа. То есть, вы видите, что он похож на аппарат КТ или МРТ. На этом аппарате он предназначен в первую очередь для того, чтобы реализовывать подвижные методики облучения. То есть, это самые современные методики лучевой терапии. Уникальность аппарата в том, что он позволяет обеспечить высокую точность подведения дозы. Лечение на нем возможно только под визуальным контролем. Производится аппарат в России. На сегодняшний день это единственная подобная разработка. Аппарат тоннельного типа. Вообще на рынок в мире это было представлено в 2017 году. И сразу просто прорывной какой-то рост пользователей. На вооружении врачей-онкологического диспансера пять линейных ускорителей. Но этот первый в регионе аппарат тоннельного типа. Самочувствие пациентов после лечения зависит от объема облучения. При больших дозах могут быть сонливость, тошнота. При небольшом облучении пациент не испытывает никакого дискомфорта. Виктория Шарая, Константин Головин. События. 1 марта была вручена юбилейная 50-тысячная карта жителей Самарской области. Владельцем многофункционального пластика стала самарская художница. Помимо самой карты, женщина получила памятные подарки. Подробности у наших корреспондентов. Самарская художница Виктория Зубкова, мать троих детей, говорит, что как человек творческий, не всегда может держать документы в идеальном порядке. Поэтому женщина решила оформить карту жителей Самарской области, которая способна вместить в себя множество функций. Когда Виктория пришла в офис банка, ее ожидал сюрприз. Она оказалась 50-тысячным держателем карты. Конечно, для меня сюрприз. Сюрприз приятный, сюрприз радостный. И для меня это какое-то знаковое событие, потому что началась весна. А значит, будет тепло. А значит, мы будем улыбаться. Проект карта жителей Самарской области реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи и российской национальной платежной системой по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Я считаю, что 50-тысячный клиент – это уже определенный показатель успешности развития проекта. Почему? Потому что, на мой взгляд, это неплохая и достаточно серьезная цифра. Это первое. Второе. Карта жителей действительно является не только банковской картой. Конечно же, там есть достаточно большое количество, в том числе и банковских услуг и, скажем так, дополнительных преференций в год, которые получают держатели карты жителей с точки зрения банков. Но в том числе это не в последнюю очередь и социальный проект. Карта жителей Самарской области позволяет проводить банковские операции, получать скидки от партнеров проекта, а их уже около 200. Ее можно использовать при оплате проезда в общественном транспорте, как полис ОМС и открывать умные домофоны. Также она может стать копилкой для бонусов. Карту жителя можно использовать как средство доступа к государственным электронным сервисам, узнавать информацию о культурных и спортивных мероприятиях с помощью интернет-портала и мобильного приложения. Мы действительно наблюдаем десятикратное увеличение желающих жителей Самарской области для получения этой карты, чему мы очень рады. Хотим поблагодарить еще раз и поздравить нашего 50-тысячного клиента. Для нас это, конечно, очень важное событие. После получения карты жителя Виктория Зубкова получила цветы и подарки. Не исключено, что уже в этом году приятный сюрприз будет ждать 100-тысячного держателя многофункциональной карты. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. В Самарском метрополитене машинисты-инструкторы обучают не только своих молодых коллег, но и более опытных сотрудников. Работа идет в рамках года педагога и наставника. С нюансами такой преподавательской деятельности ознакомилась Светлана Тимофеева. Исполняющий обязанности машиниста-инструктора Вадим Башевский проверяет у своего младшего коллеги, как тот владеет практическими навыками управления электропоездом. Несмотря на стаж и опыт, Виктор Борцов, как и все сотрудники метрополитена, которые водят поезда, регулярно проходят дополнительное обучение. А начиналось все когда-то, как у всех машинистов, шестимесячного обучения и стажировки под присмотром инструкторов. К тоннелю больше привыкаешь, потому что темнота, выезд на станцию, перепады света, непривычно было. Страшновато в тоннеле встать, не дай бог что случится с составом. То, что там может и паника, и что угодно начаться. В кабину наступить, не дай бог полез наружу. Но никаких форс-мажоров за время работы не случалось. Современные поезда имеют надежное оснащение, они оборудованы противопожарной системой, камерами наблюдения. Это делает поездки более безопасными. Программы наставничества на Самарском метрополитене работают много лет. Будущих машинистов обучают с 1987 года. Сейчас это направление работы, ориентированное на передачу опыта, усиливают. После того, как студент заканчивает основную программу обучения, в течение двух месяцев он выходит в рейс с машинистом-инструктором. Затем за ним закрепляют наставника. Как бы немножко чего-то не хватает. То есть опыта, уверенности. И уже в процессе работы вот эти наставники, ну как бы шлифуют их мастерство. Ну и в итоге получаются хорошие специалисты. Потому что мы те задачи, которые стоят, наши работники успешно справляются. Вадим Машевский работает в метро почти четверть века. Говорит, что есть такие нюансы, которые сидя за партой не узнаешь. Мастерство оттачивает уже в процессе вождения. Все это постигают под руководством машиниста-наставника. Чувствовать поезд, как он разгоняется, тормозит. Выход из нештатных ситуаций. Машинист-наставник ему преподает. Чуть сложнее, чем автомобиль, конечно, потому что вес другой. Инерция большего поезда там и все остальное. Напомним, что президент России Владимир Путин 2023 год объявил годом педагога и наставника. Планируется, что весной в электродепо Кировское муниципального предприятия «Самарский метрополитен» начнется набор группы будущих машинистов, которых станут готовить к работе и на новом участке линии метрополитена. В будущем завершение строительства первой ветки и ввод в эксплуатацию новой станции позволит связать отдаленные районы Самары с историческим центром города. По расчетам специалистов, пассажиропоток в подземке вырастет минимум на 15%. Количество составов на линии будет увеличено, а значит, потребуется больше машинистов. Это значит, что роль наставника возрастет. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Почти пять тысяч звезд на потолке. Раритетный столетний планетарий заработает в музее «Самара космическая». Уникальный аппарат переехал на постоянное место жительства. Елена Чернявская выясняла подробности непростой судьбы раритетного устройства. Как этот раритет оказался в Самаре, история умалчивает. Первое упоминание о нем возникает в 50-е годы прошлого века. И, по словам экспертов, это трофей Великой Отечественной войны. После долгих путешествий старый немецкий планетарий Карла Цейса стал использоваться в Куйбышеве. В кабинете астрономии детского центра «Поиск» проходили астрономические лекции и демонстрации аппарата. Приезжали на экскурсии школьники не только из Самары области, но и из других городов. Несмотря ни на что, на то, что ему практически 60 лет, он в рабочем состоянии находится. Поэтому, пожалуйста, проводить лекции, экскурсии для студентов, для школьников, для школьников и студентов из других городов. Пожалуйста. Практическая цель. Звездное небо – это навигация. Плюс мировоззрение, образование. И это очень важно для развития подрастающего поколения. Планетарий Карла Цейса показывает почти 5000 звезд. Уникален тем, что входит в самую первую серию, запущенную в производство 100 лет назад. В 1923 году, рассказывает Эльза Медведева, много лет возглавлявшая детское научное общество «Алькор». Уникальность его в том, что это действительно оптический аппарат. Вот видите такие вот здесь оптические части, да? Там стоит лампочка 12 вольт и пластиночки с точечками. Эти точки повторяют фигуры подсозвездия. Лампочка загорается и, извините, потом на потолке появляется искусственное небо. Планетарии одно, звезды видно даже днем. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Эльза Яковлевна ведет активный образ жизни. Именно ее стараниями 100-летний планетарий сегодня переезжает в музей «Самара космическая» на постоянное место жительства. Сотрудники музея подготовили для экспоната самое лучшее место. Мы очень благодарны Эльзе Яковлевне. Все экспонаты для нас очень дорогие. Особенно уникален, конечно же, этот планетарий. Мы будем здесь проводить лекции. Для нас это большая ценность. Эльза Медведева мечтает и активно продвигает идею о том, чтобы раритетный планетарий зажег свой волшебный фонарь в стенах музея 21 октября 2023 года, ровно через 100 лет после того, как люди впервые увидели проекцию звездного неба через только что изобретенное устройство. Уникальный оптический аппарат «Карл Цейс», способный воспроизводить точную копию звездного неба, обретает свою вторую жизнь в день столетия своего создания. Он займет достойное место в экспозиции музея «Самара космическая», а позже переместится в самарский планетарий, когда тот будет построен. Елена Чернявская, Константин Головин, События. В начале марта отмечают Всемирный день комплиментов. Это простое, но эффективное средство для установления хороших отношений. Удачный комплимент может поднять настроение собеседнику, повысить его самооценку и даже разрядить обстановку. Почему делать комплименты важно и отражаются ли они на качестве труда? Расскажем в сюжете. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Эти слова писателя Мигеля Сервантеса можно применить и к комплиментам. Теплые слова в начале рабочего дня коллегам сказать нетрудно, но они поднимают настроение, заряжают позитивом и даже вдохновляют на профессиональные подвиги. Тем более, что 1 марта – Международный день комплиментов. О, привет, Марин. Хорошо сегодня выглядишь. Спасибо. О, Марин, радость моя. Как всегда радуешь. Скажи, как научиться быть такой хорошей? О, привет. Привет. Ты сочи выглядишь? Спасибо. Привет. Привет. О, по тебе сразу видно, что пришла весна. Ой, спасибо большое. Марин, привет. О, привет. Ты как-то самая яркая звездочка. О, привет. Сегодня ты особенно красивая. Ой, спасибо большое. По мнению психологов, комплимент – не только отличный способ создать вокруг себя благоприятную атмосферу, но и возможность вдохновить коллег на творческие свершения. Возможно, сначала услышавшие приятные слова и ненадолго отключиться от рабочего процесса, чтобы их осмыслить, но потом будет трудиться с большей самоотдачей. Как дети узнают, что их любят? Они узнают тогда, когда взрослые ими восхищаются. И вот это вот дивное переживание, оно дальше строится через всю жизнь, как некое ожидание взаимного восхищения. Подчиняйте нервы восхищению, потому что нет ангела прекраснее тебя. Но делать комплименты нужно искренне. Ведь человек, которому говорят приятные слова, параллельно считывает невербальные сигналы, исходящие от собеседника – интонации, жесты, мимику, которые могут комплимент свести на «нет». Кроме того, это не должны быть нейтральные фразы, которые можно отнести ко всем. Приятность не должна быть обезличенной. Бывают еще комплименты избитые, штампованные, скучные какие-то, и совсем надоевшие и так далее. Бывают. И этому, к сожалению, отчасти способствует в последнее время вот эта красота в интернете, когда открыточки поцелают друг к другу, не сказав ни слова. И это, конечно, той чистоты восхищения здесь нет. Психологи уверены, научиться делать комплименты, которые точно порадуют, несложно. Достаточно не быть равнодушным к окружающим. Например, старайтесь каждое утро при встрече с коллегами замечать новую блузку или галстук. И обязательно это подчеркивайте в разговоре. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. Это были важные и интересные события прошедшей недели. Продолжайте следить за актуальными новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Хороших выходных.